Привет, друзья! Это срочная самопомощь путём переключения доминанты. Вот если вы помните, то врачи советуют при приступах астмы, например, мыть руки в горячей воде. Доводить до пика напряжения, для того, чтобы доминанта переключилась. Но кроме этого, бабушки раньше наши, они когда давление подскакивало, в тазики, ножки мыли в горячей воде, чтобы доминанта переключилась. И чтобы всё было нормально. Я советую делать 10 пиков напряжения, чтобы доминанта переключила. Я уже говорил, что надо обжать 10 пальчиков, 10 пальчиков обжать вокруг ногтя, или вот так сделать, чтобы было 10 болей. 10 болей доводят напряжение до пика, доминанта переключается, наступает расслабление. И давление снижается, и страх проходит, и много чего там происходит хорошего. Это всё способы переключения доминанты. Через пики напряжения для расслабления, для восстановления гомеостаза. Так вот, для того, чтобы снять зависание в неопределённости. Потому что в неопределённости мы себя накручиваем, у нас бывают страхи. А вот надо почитать Ухтамского про доминанту. И Бахтина про хронотоп. Хронотоп, по моему мнению, это содержательная часть доминанта. Это то, что в этот момент связи между сознанием, подсознанием и организмом в сознании. Это хронотоп, это здесь и сейчас. Вот, например, то, что мы сейчас смотрим на картины, вот здесь и сейчас. И всё остальное уходит куда-то в забвение. А это вот, смотрите, они вот там вот пируют. Так вот, когда мы смотрим, это сознательная часть, а бессознательная часть, это называется доминанта, физиологическая часть. То есть хронотоп – это сознательное, то есть содержание самой доминанта. А доминанта сама – это физиологическая часть, вектор внутримозговых отношений. Поэтому, когда вам страшно, говорят, перекрестись. А я говорю, когда вам страшно, сделай себе обжатие 10 пальцев. Или разминай ушки. Это всё способы переключения доминанты. До встречи, друзья. Продолжение следует...